ЧАСТЬ 1. ХИНТЫ И АЕРОПОРТАЛЫ Прежде чем перейти к практике, поговорим о теории. При компиляции карты каждый ее браш размевается на треугольники, а эти треугольники объединяются в одну замкнутую группу под названием ВИС ЛИФ. Листья. Представьте себе ангар, который делят на множество маленьких комнат. Когда мы находимся в одной комнате, то движок не отрисовывает модели, которые находятся в соседей. И это правильно. Но далеко не всегда компилятор правильно делит ангар на эти комнатки, и игра может все-таки отрисовывать модели за стеной. Вот для таких случаев и были придуманы хенты. Эти браши вручную разделяют участки карты на замкнутое пространство, но при неправильном использовании хентов вы можете только еще сильнее похерить вашу оптимизацию. Кстати, очень хорошей альтернативой хентов являются аэропорталы. Если вы хотите о них узнать подробно, то на канале вы найдете нужный вам урок. Ну, а теперь рассмотрим работу хентов на практике. Простейший пример. У нас есть стена, отделяющая нас от другой стороны карты. Но движок все равно отрисовывает модельки. Почему это происходит? А потому что наши комнаты не замкнуты потолком, и эта стена все равно что стол посреди комнаты, который никак ее не разделяет. Чтобы замкнуть пространство и разделить карту на три зоны, нам нужен хинт. Итак, сначала создаем браш полностью покрытый текстурой скип. Данная текстура удаляется при компиляции и вообще ни на что не влияет, но она необходима для хента. Создав браш покрываем лицевую сторону текстурой хинт. Фейс, покрытый этой текстурой, будет разрезать листья и тем самым закрывать комнатки. Если бы весь браш был покрыт текстурой хинт, он бы разрезал листья там, где этого не нужно. Вот от этого нас и страхует скип. Смотрим на результаты. Вот теперь игра не отрисовывает ничего лишнего. Вы поняли принцип? Если нет, продолжаем. Следующий пример карта с поворотами. Тут та же самая картина. Модели, которые находятся за углом, все равно рисуются. Хотя мы их ну никак не видим. Что нужно? Правильно, закрыть комнатки. Но как это сделать, чтобы был эффект? Если мы поставим хиты прямо на поворотах, вот так, ничего не будет. Даже еще хуже. Мы создадим лишний разрез, который все равно не будет отделять комнатки друг от друга. Чтобы правильно отделить комнаты, нужно разделять их под углом, на треугольники. Когда мы будем находиться вот тут, то в мертвой зоне должны находиться модели, которые не будут отрисованы. Сам хинт указывает, где будет проходить эта мертвая зона. Чтобы вам было удобно создавать вот такие треугольники, используйте примитив wedge. Создав 4 хинта и для 4 поворотов, мы получаем вот такую картинку. Надеюсь, вы что-нибудь допоняли. Идем дальше, рассмотрим пример, где у нас не поворот, а просто комнаты. Правильным решением тут будет поставить хинт в дверном проеме. Мы отделяем комнату с игроком от комнаты с бочками, а те делятся друг от друга с самим проемом. Кстати, вернемся к прошлому примеру. Если вы хотите скрыть отображение хинтов в редакторе, группируйте их визгруппы. Ее очень удобно скрывать. Вот так. Ну и последний пример. Вот у нас есть такие коридорчики. Как тут нужно делать хинты? А тут будет достаточно всего два угловых хинта. Вот тут и вот тут. А потолок уже трогать не обязательно. Тут у нас множество стен и компилятор уже автоматически проведет вдоль них шов. Чтобы увидеть такие швы, порталы, нажимаем Map Load Portal File. Если у вас ничего не появилось, то попробуйте перекомпилировать карту. Но если в этом случае пустота, то скорее всего на вашей карте где-нибудь лик. Дыра. Будьте внимательны. Еще совет. Не пытайтесь обойтись без хинтов нарезанием множества брашей. В конечном итоге вы получите еще больше треугольников на карте, которые все равно будут неправильно разделять сектора. Чем меньше брашей на карте, тем быстрее компиляция и выше оптимизация. Но ее можно изохерить большим количеством ненужных хинтов. Используйте их только в местах, где большое скопление 3D объектов или в длинных коридорах с множеством комнат. Хотя в последнем случае хорошей альтернативой будут все же аэропорталы. Для большего понимания хинтов я советую ознакомиться с официальной статьей у Valve. Ссылку на нее я оставлю в описании. А на этом сегодня все. Я надеюсь урок был понятен. Во второй части мы будем говорить о фанг-дитейлах и о кульдерах. Все ставим лайки, подписываемся, скидываемся на будущий конкурс, если вы хотите, и ждем продолжения.